Итак, друзья, в России создали уникальную операционную систему, которая вообще не очередная Linux. Система называется Phantom. В мире стало на одну операционную систему больше. Российский разработчик Dmitry Zavolition объявил о вскоре завершении разработки уникальной, как говорит источник микроядерной операционной системы Phantom, работая над которой велись 12 лет. Операционную систему разрабатывает компания DZ System совместно с университетом Иннополис. Уже в этом году должен быть готов рабочий прототип системы, портированный на фреймворк для создания операционной системы на базе микроядер GenNode. Основная версия операционной системы готова к пилотным проектам. Версия для GenNode пока не завершена. Именно над ней идет работа по плану. К концу года она будет готова к применению. На сегодняшний день существует базовая версия Phantom, которая включает в себя два слоя. Традиционный слой кода, который управляет железом, как и слои реализации сущности операционной системы. Первый слой — это работа с процессором, контроллером памяти, драйверы, устройств и так далее. Все это есть в любой операционной системе. Работа по портированию заключается в замене первого слоя на аналог из GenNode. В процедуру входит написание прослойки, которая реализует низкоуровневые примитивы ядра операционной системы Phantom, которые в свою очередь реализованы через аналоговые примитивы ядра GenNode. Короче, друзья, в отличие от многих операционных систем, которые на самом деле являются той или иной версией Linux, Phantom представляет собой действительно совершенно новую, определенную, отдельную операционную систему с другими принципами работы. В частности, в системе вообще нет файлов, и в привычном понимании вместо этого используются объекты. Операционная система устроена таким образом, что с точки зрения прикладного процесса она никогда не перестает работать. То есть физически выключение компьютера для нее — то же самое, что пауза, не более. Друзья, ну отлично, типа как в Windows есть режим, значит, наш любимый, которым мы все с вами пользуемся, гибернации. То же самое, только при выключении. И прикладные программы при новом старте продолжают работать, как будет отключение, не было. Друзья, короче, это такая штука, что получается раньше, если мы могли, значит, выбрать либо гибернизацию, ну, точнее, не могли, а можем в классической версии Windows, либо Linux выбрать гибернацию, либо завершение работы, то здесь у нас только гибернация при выключении. Вот. Такая особенность системы, ситуация, когда операционная система гарантирует программе вечную работу, то каждая переменная такой программы систематически превращается в файл. Это означает, что программа перестает нуждаться в, собственно, файлах для хранения данных, которые требуются для работы. Это включает в себя как данные, которые поставляются вместе с программой, так и данные, порожденные в процессе работы. Нет файлов, нет точки входа для сторонней программы вируса. Нет способа вторгнуться в личное пространство программы для модификации ее поведения. Друзья, очень круто, так что, видите, еще и есть фича, функция защиты, значит, отличающаяся очень сильно от, значит, классических защит, значит, операционных систем, очень популярных сейчас. Друзья, так что посмотрим, слышно ли будет дальше о этой операционной системе. Надеюсь, что она действительно будет жить. Ну, такая вот новость, российская операционная система. Ссылка на статью будет в описании. Все, добрый всем, пока, до свидания.